Всем здрасте! По младречительным просьбам я попробую что-нибудь сделать из полиэтилена. Сейчас я направляюсь на наше техническое озеро, где не совсем добросовестные, Отдыхающие оставляют мусор. У нас очень короткое лето. Большое количество норильчан пытаются залипнуть на этом озере. Хорошую погоду на этом озере можно встретить тысячи людей. Кто-то прибухивает, а кто-то просто жарит шашлыки и конечно же только единицы из них унесут мусор. Существует два типа полиэтилена. Не путайте его с целлофаном! Это совершенно другая история. Полиэтилен низкого давления и высокого давления. Вот этот полиэтилен высокого давления, он прозрачный, не хрустит и очень хорошо тянется, но не рвется. Полиэтилен низкого давления, но хрустит обычно. Поверность у него слегка матовая и не тянется, просто рвется. Давайте будем наслаждаться не только шашлыками, а и уносить за собой мусор. Кстати, это вечная мерзлота. Глобальное потепление, все тает, здесь можно найти не только мусор, но и возможно пивни мамонта. Я отобрал несколько полиэтиленовых пакетов, предварительно постирав их. Плавить для измельчения я буду вот в этой замечательной духовке, потому что если перегреть этот материал феном, то можно повредить структуру полиэтилена. Почему я в толстовке? Да на улице 6 градусов и у нас отключили отопление. Россия! Субтитры создавал DimaTorzok Вот результат. Неплохо получилось. Будем измельчать их измельчителем для бумаги. Конечно у меня будет скоро более серьезный аппарат, который прислал мне Алексей из Барнаула. Но как-то надо его еще подключить к электродвигателю. Ох и сложный материал. Будем ставить экструдер. Скоро я соберу экструдер из мясорубки. Ну а пока воспользуемся этим достижением китайской инженерной мысли. Экструдер еще работает, пруток тянется, но я думаю этого достаточно для пробы. Сейчас я буду засыпать другой тип полиэтилена, предварительно поменял сопло на 3 миллиметровый диаметр. Потому что материал очень мягкий. На этом можно закончить давить пруток и приступать к печати. Оба прутка получились мягкими и гибкими. Например пруток из полиэтилена низкого давления можно просто завязать в узел. Нить из полиэтилена низкого давления получилось матовой и не тянется, а просто рвется. Нить из полиэтилена высокого давления получилось чем-то похоже на силикон. И она очень хорошо тянется. Ставлю испытательный принтер. Я два дня провозился с печатью данного материала. Что я только не делал. Повышал температуру сопла со 150 до 275 градусов. Повышал температуру стола до 95 градусов. И даже пробовал менять сопло. Но все оказалось безрезультатно. Единственное что хоть как-то более-менее удалось напечатать это прокладки под вентилятор. Чем-то напоминающий силиконовый материал. Мой двухдневный опыт показал что печать из полиэтилена не невозможно. Просто я не нашел решение этой проблемы. Я даже попытался сплавить два пластика вместе. Вот этот пруток. Единственное что у меня получилось это печатать похоже на силиконовые прокладки. Кстати прокладки можно печатать. Все что печатается выше 2-3 миллиметров начинает деформироваться. Печать печать давайте от этого уходить. Пишите под видео как еще можно использовать этот материал. Ведь материал-то классный и занимает самую высокую строчку в мусорном рейтинге. В будущих видео я буду запускать самодельный экструдер. Сделанный из мясорубки с этим коронавирусом. Поэтому я попробую напечатать вот из этих вот бэушных медицинских масок. Еще я заметил что возле мебельных магазинов валяется вот такая вот лента. Я думаю что она вполне пригодна к печати. Когда я запущу вот эту вот тяжеленную штуку под названием . Мы будем печатать из телевизоров, принтеров, башмаков и всякой херни, которая попадется. Но сейчас смотрите продолжение видео по растворению пластика. Если кто не понимает о чем я, смотрите прошлое видео. Там я начал тест по растворению полимеров. Мне пишут много советов, что сперва надо растворить пластик, высушить тонкие листы и уже потом крошить в измельчители. Пластик растворялся неделю. Теперь попробуем высушить его в тонкие листы. Посмотрим что с этого получится. Конечно же я не буду сушить дальнюю массу у себя в мастерской. Воспользуюсь одной из убитых подсобок у себя на работе. В качестве формочек я использую фольгу. Банночки намутил, осталось только залить. Также я попробую покрасить вот эти трансформаторные пластины растворенным пластиком. Хочу посмотреть насколько материал обладает антикоррозийным свойством. Сделаю еще одну ванночку и смешаю их. Посмотрим что из этого получится. Тест растворения пластика очень длинный. Результаты этого теста вы увидите в следующем видео. Главное что есть люди которые готовы мне помочь. Вместе мы хоть и в нано размерах, но поможем быть нашей планете красивее. Не прощаюсь, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок